Мульти-мультиплатили, наверное, режиссер с двумя гибиарками просмотров на клипах. Только представьте себе, он работал со всеми самыми топовыми артистами, которых вы можете представить. Но сейчас Макс об этом расскажет поподробнее, и Рустам тоже расскажет много вам интересного. Готовьте вопрос, вам сначала зададите немного... Постепенно-постепенно я вот набрал, но это достаточно плавительный период. Поверьте, мне сейчас быстрее все происходит. Сейчас можно на телефон снимать очень крутой контент, и это очень быстро взлетает, и становишься знаменитым у вас просто на следующей линии. Можно давать советы, и так много вообще, на самом деле, стая вирусов, вот эти советы, несложно их опять-таки применять к себе, у каждого свой путь. Идея — это самое главное, наверное, что может стрельнуть. Нужна действительно уникальная идея, какая-то вирусная. По поводу того, как общаться, ведь, наверное, входить больше на ораторское искусство, уметь общаться, не стесняться, я не знаю, какие-то барьеры. Когда вернулись в Москву, просто постучались и стерли этот материал. Да, жесть вообще. Ей переснимали в Москве, просто спасаясь тем, что камера смотрела снизу, где-то на фоне неба. И своего кармана потратил 200 тысяч, потому что я неправильно, неграмотно договорился с организаторами на Камчатке. Ну, они такие ушлые, знаете, все, кто пытаются организовывать туристические маршруты, они, как он, мы сначала говорят одну сцену, но по факту у нас совершенно другая. Вот со мной точно так же произошло. Соответственно, денег у меня не было, так я вот из своего кармана оплатил. У меня там 100 тысяч было пенарар на тот момент, и еще 100 тысяч я сверху опекеру. Конечно, наверное, ну, они понакатывали уже, может быть, это и не нужно, но нужно, потому что они в этом живут. Это жизни. Многие, ну, это имиджевая составляющая. Большие имиджи, да, ты думаешь? Это больше имидж, но опять-таки то, что вкладывает в клип. Допустим, ну, вот клипы манижевые, ну, понимаете, да, совершенно другое. И подача, и ну, нет клипов. Или клипы, где, я не знаю, попрыгали, поприсали, меня бойко, и там совершенно другой посыл. То, что вкладывает. Если артисту важно, чтобы его зритель запомнил, зафиксировал, и потом где-то в городе, увидев афишу, сказал, «О, я знаю этого артиста, и пошел, купил билет». Это одна история, да. Где артисту не важно, он доносит свою музыку. И ради того, чтобы стать популярным, ради того, чтобы донести некий месседж в массы, естественно, там абсолютно и другой уровень клипов. Подход, осознание, подготовка в том числе. Что касаемо, чем отличается клипы раньше от нынешнего времени. Ничем. Все то же самое. Может быть, только время на производство уменьшилось. Раньше... А бюджеты? Бюджеты? Я же при бюджете сейчас. На самом деле, тут же надо понимать, что в целом гир поменяется и в ценовой категории. Бюджеты сократились. Наверное, может быть, на... Сложно сказать, что сократились, нет, наверное. Так же все дорого или дешево. Все относительно. У каждого свои видения с образованием главе. Для кого-то, для какого-то артиста миллион дорого на клипы, а для кого-то 10 миллионов, это окей, куда я завтра отправлю тебе. А есть ли смысл на старте снимать эти большие книги? Если почему, спрашиваю. Очень много артистов ко мне приходит на консультации, просто пообщаться. И у них вот готов альбом, готов клип, и они говорят, давай все это как-то двигать. И на этот клип они всадили там 3-4 миллиона. Но у него нет ни одной изданной песни, вот альбом прямо готов, который он готов издать. Нет, по сути, до этого никакой истории в соцсетях. Я всегда отговариваю. Ну, не надо издавать клип сейчас, давайте этот альбом разобьем типа на сингл. Ну, то есть прошла вот эта... Мне кажется, прошла вот эта роль клипа, который с нуля должны поставить на Муз-ТВ. Да, ты прав, абсолютно бессмысленно тратить большие деньги на создание клипа. Нужно просто Муз-Видео снять, посмотреть, залетит трек, не залетит трек. Если действительно трек залетает, он становится хитом. Да, возможно, для поддержания этого трека можно снять уже что-то серьезное. Опять-таки, нужно понимать, сколько зарабатывает артист, сколько он должен тратить. Потому что если в самом начале пути он начнет делать клипы, а потом со временем их будет делать меньше, зритель просто привыкнет, что ну, блин, вылили, а сейчас нет. Что-то с ним не так. И уже, соответственно, мнение меняется. Не советую больше. Если тут деньги там хочется потратить, или человек любит, что он видео из Куза. Вот. Можно ли сейчас снять клип на какие-то достаточно бюджетные истории, так, чтобы его взяли на телеканал, или так, чтобы он набрал просмотры на Ютьюб? Опять же, твое мнение, твой взгляд? Конечно, да. Яркий пример тому добро, или слой, или как там называется, это забавно лока, который... О, да. Да, есть такие ребята. В английском немножко и больше. Очевидно, клипы, которые стоят в районе 500 тысяч, с удовольствием берут телеканал, потому что в целом ок. Я думаю, что из-за кризиса отсутствия клипов дорожек, берут сейчас вот такие клипы, среднего уровня, так скажем. Я не скажу, что они плохие, они тоже хорошие, у них место быть, у них есть душа, артисты подходят с душой к этим съемкам, готовятся, видно, как они к этому относятся. Поэтому ок, это ок. У кого-то есть деньги, кто может себе позволить, делай лучше. Мы так эту систему с клипами проходим и обходим. Снимал ли ты что-то для артиста нестандартное? Может быть, были какие-то интересные просьбы по поводу видеоконтента? Работаешь ли ты с короткими форматами? И вообще, как ты смотришь на то, чтобы... Как ты меняешься со временем? Хочу просто узнать, насколько сложно оставаться как бы в игре на постоянной основе. и что нужно менять в себе, как креатору, чтобы меняться постоянно. Найти много со временем. На самом деле, такая сейчас... Открывается, может, брак. Открывается большая глава, как в свое время открылась глава, когда появились фотики, которые начали снимать видео. Я попал как раз в эту волну молодых режиссеров. Нас эта волна приподняла и дала возможность показать хороший результат за небольшой бюджет. Сейчас новая волна идет. Волна искусственного интеллекта. И то, что сейчас творит нейросеть, это удивляет. То, что она будет творить через год, через два, может даже страшно, наверное, подумать. Я стараюсь использовать нейросеть в своей работе в последнее время все чаще и чаще. Потому что чат шпитит. Это какой-то такой... Мой помощник, который формирует... Подэкономит мне время. Я могу идею идею оформить уже за один день. Если раньше мне для этого потребовалось какое-то время, неделя может быть, мне нужно было красиво расписать это все, найти нужные референсы, обыскать весь Пинтерест, там все лепестки, картинки, то сейчас просто наговариваешь идею, он тебе оформляет абсолютно, как ты хочешь, ты ее, конечно, редактируешь. Это не так, не по щелушку, конечно, происходит. Естественно, нужно манипуляцию делать постоянно. Но это моментально происходит в плане того, что он делает. И в последующем я прошу его генерить картинки, нужные мне, с чем он тоже замечательно справляется, не сразу, но справляется. И за коронкий срок я получаю идею. И у меня есть возможность подавать сразу несколько идей. Сразу оформлено, красиво, или это такое преимущество, которое, по сути, дело может использовать каждый. Пока вот я не встречал таких ребят, когда подали презентацию артисту, то есть я пока единственный, который воспользует... То есть ты какой-то, используешь прикладных целей, да? Не заменяя себе свою работу, а скорее дополняя ее. Я, ну, облегчаю ее. Конечно, облегчаю. Выполняю, облегчаю. Но здесь главное не бояться, что потом искусственный интеллект тебя из твоей компании уволит и зарядит с собой. На самом деле до креатива пока еще не дошло, но, допустим, приятуша, да? Многие из фотографов знают, что приятуша уже неверосеть просто делает идеально и на пакеты. Я раньше отдавал электрикадры на кринап, например, у меня провода сверху присели. И мне для этого нужно было отдать человеку, чтобы он эти провода убрал. Сейчас мне не впуск платить их человеку деньги, я могу эти деньги сохранить из себя. Я просто делаю скрин, в фотошопе тоже есть функция такая, убираешь все, оставляешь этот кадр, тречишь, и все, у тебя длина будет. Ну, это очень удобно, конечно, особенно, когда кому-то не платить. Вот если сегодня были люди, которые, был искусственный интеллект, который наставил все эти стулья, да, мы бы тоже сэкономили приличную денег. Спасибо, Анатолий. Касается почерка, но сложный, потому что качество сейчас на самом деле достигло у всех маломайских клиентов высокого. высокое качество почерк, я не знаю, я бы не сказал, что у меня прямо есть такой прям почерк. У меня все клипы, наверное, все-таки разные. Нет у меня почерк такого, чтобы поставили и сказали, и определили, да, клип его. Потому что на самом деле очень часто бывает, что я соглашаюсь на работу, зная, что, ну, песни мне не нравятся, но у меня есть шанс, ну, опыт, уникальный шанс приобрести новый опыт. дать возможность заработать людям. Я, конечно, второй вариант. То есть, может такое случиться, что песня вроде бы непроходная, но за счет классного, крутого клипа и классной картинки что-то случится с ней шедевральное. Ну, это на суд зрителей, на самом деле. Спасибо большое. Спасибо. Опять-таки, начинающих режиссеров, клипмейкеров очень много, которые с командой, с начинающей, вот, такие талантливые ребята могут снять и за миллион, потому что миллион, в любом случае, какие-то расходы потребуются. Для того, чтобы получить качественную картинку, снять с красивым светом, с хорошей камерой, уйдет миллион, как минимум. У меня в этих кадрах, в клипах, которые, ну, типа, кадры, мне не хватало кадра, я его на телефон снимал и снял, вот, и этого никто не заметил. Человек-профессионал, он может посмотреть сметал, может посмотреть сценарий, понять уже до производства. Если он смотрит результат уже, ну, не знаю, это образы, это локации, это количество, количество локаций, качество игры, там, я не знаю, актеров, сюжетные линии, освещение, много параметров, которые говорят о том, сколько может стоить этот клип. Сложно, мне кажется, не обывателю оценить, в какую сумму обошелся этот клип. Мне кажется, это может оценить только человек, который связан с производством. Ну, вот далее, именно про то, что, например, он может стоить миллион, но он будет выглядеть, что вот как будто снял на пять миллионов. Да, это, ну, уже, на самом деле, зависит от режиссера, продюсера, тех, кто создают. Это хорошо, когда человек может сделать картинку и показать, что результат за меньшие деньги. Но, в этом мире производства, на самом деле, это нормально, если у артиста, который постоянно снимает клипы, в топовый артиста, он может снять в течение года три клипа или пять клипов. Из них один клип будет стоить миллион, допустим, но выглядеть на пять миллионов. А какой ты пять миллионов потрачен, но выглядеть на миллион. Для него это нормальное явление, в принципе, он это все, он работает дальше. Он, как бы, издержки производства. Тут для такого артиста это не так влажное. Можно только дополнение, что вот Red Flag дешевит клип, вот что прям вот Red Flag дешевит картинку, что вот прям смотришь и понимаешь, что это прям не то. Ну, наверное, не знаю, опять-таки дешевит в плане чего? В плане качества, ну, наверное, освещение, сама картинка, светокоррекция, наверное, вот эти первые визуальные показатели, которые могут дешевить картинку. А остальное, ну, наверное, это сама локация, как снято, оператор, как снимает, потому что хорошие топовые операторы, они в смену обойдутся примерно там 200 тысяч, 250 тысяч прямо топовые такие. И видно сразу, как кто снимает топовый и топовый. обработка, постпродакшн, сложно, там много факторов на самом деле, что как бы лучше тут разбор делать какого-то клипа и говорить сразу, вот этот дешевит, вот здесь в данном моменте это дешевит, это можно было снять совершенно иначе, по-другому, индивидуальный разбор нужен. В среднем, опять-таки, по балате, наверное, неделя, две недели, месяц идет подготовка к созданию клипа, то есть за этот период создается синопсис, утверждается, далее считается сметой, примерно в месяц на подготовку съемка одна-две смены по-разному, три можно достигать, и постпродакшн тоже примерно может занимать от двух недель до месяца. Это, наверное, вот такой рабочий режим производства видеоклипа. Иногда бывает экспресс-режим, когда за неделю придумываешь, сразу снимаешь и через три-четыре дня создаешь. У меня так было с Бухтияром очень много проектов. А бывает, когда можно фолл-года готовиться, когда артист пишет с подготовкой, когда на постпродакшене тоже долго думается и он не понимает, как лучше это преподать. В общем, в среднем это месяц подготовка и месяц пост. Это, наверное, идеальный режим работы. Что касается второго клипа, оценка, в котором был другой роман, а снимал его режиссер, можно ли если я ошибаюсь. Не помню, какой режиссер. Это концептуальный клип насчет того, сколько он стоил, я не знаю. Наверняка исходная цена больше десяти было, наверное, может быть. Очень больше. Сколько в итоге затратили на производство, я тоже не знаю, потому что опять-таки это завстан был, съемка. Я не знаю, завстан там совершенно другие ценники. Мне сложно, я с первого раза, когда посмотрел, не совсем понял задумки и особо его там не пересматривал. Еще один раз посмотрел, когда просто говорили о нем. Ну так, мне сложно дать оценку, опять-таки, потому что я не сильно проникся этим клипом, тем более эталон Нальс Шумера не перепрыгнуть наверное с цирком мне кажется просто невозможно. Конечно, но туда надо стремиться.